Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Значит, я прочитал новость, вы все знаете, что сейчас повсюду говорят, что можно будет вакцинированным и что нельзя не вакцинированным. Вакцинированным там и связаны уже билеты прорабатывают на все виды транспорта в Якутии. Вообще землянику вон можно собирать только вакцинированным. На фоне этого заявления я просто выражу свое негодование, это лично мое субъективное оценочное мнение. Пожалуйста, пишите в комментариях ваше. Все дело в том, что Собянин, мэр Москвы, сообщил о заражениях среди вакцинированных россиян. У меня в связи с этим вот несколько вопросов. Вот чисто по-человечески тогда не надо быть вирусологом, чтобы просто прочитать в интернете, что в период пандемии, то есть в период разгула вируса, ну какого-то нового какого-то вируса, вакцинацию не проводят. Почему? Вакцинацию не проводят, потому что вирус может мутировать, никто не знает, как он мутирует, а соответственно, как вы можете сделать прививку, не зная, какой будет вирус по итогу. Никак вы ее не можете сделать. Сделать вот по факту того, какой он сегодня, пожалуйста, без проблем, всех можете уколоть, но завтра он изменится, и ему будет без разницы, кто чем-то укололся или не укололся. Мы сейчас это и наблюдаем. Вакцинированные спокойно заражаются точно так же, как и не вакцинированные. Вопрос первый. Зачем сейчас людей погнали такими методами на вакцинацию? Боты атакуют охренеть как? Просто вообще, я не знаю, прям, вот просто одно и то же, одно и то же сообщение от разных лиц, да? Наша вакцина лучшая в мире, быстрее бегите и так далее, я укололся. Мне просто интересно, лучшая вакцина в мире, первая, понятно, что нужно было изобрести, с советских времен же у нас ничего первого не было. Значит, и у нас разгул, только в Москве, вдумайтесь. Питер недалеко, вот я смотрел, по-моему, на вчера или на позавчера, 900, Москва 9 тысяч, по регионам 20-30 заболевших в месяц. Никто из Москвы с индийским штаммом не ездит ни в Питер, ни по регионам, никуда не возит его, да? То есть, Москва закрыта, что ли, или как я не могу понять? Почему только в Москве-то? Говорят, что якобы индийский штамм тут появился. Ну так индийский штамм, это и есть мутация. Вирус мутировал просто в Индии. Вопрос заключается в чем? В том, что они говорят, медики, что более, это еще раз скажу, это не медицинская точка зрения, это просто человеческая. Значит, более, ну как сказать, более проще будет протекать заболевание. Ну Буйнов, вот, Буйнов, Кузьмин, они уехали в больницу, и вы знаете, если заболевание протекает проще, они вакцинированы, то в больницу не уезжают, насколько мне известно. Люди как-то могут на дому лечиться. Если уж в больницу отвезли, то это уже явно не такое простое течение заболевания. То есть, я к чему клоню? Сейчас всем говорят, там, допускать там в транспорт разрабатывать вакцинированных. Это вакцинированным можно, сюда вакцинированным, там, в Башкортостане вообще там и автобусы, и все там, только вакцинированное, сертификат вакцинации. При этом, при этом, в Москве, где больше всего заболевших, где, естественно, все равняются на Москву, на какие-то технологии московские, значит, вакцинированные люди заболевают. Вопрос, просто логический, просто вопрос, который, мне кажется, задать себе должен каждый, ну вот, человек, который отвечает за это. Зачем колоть людей-то сейчас, если они могут заболеть? Вот с какой целью вообще, я не понимаю. Если они могут заболеть другим штаммом этого вируса. Потом они, потом что, будете изобретать от этого штамма, снова колоть, а если он снова мутирует? По логике вещей, насколько я понимаю, это мое субъективное оценочное мнение, мне так кажется, я не имею медицинского образования, еще раз скажу, это мое просто субъективное оценочное мнение, человеческое мнение. Вопрос заключается в том, что вирус мутирует спокойно абсолютно, да? Да, люди, раз уж он появился, действительно, что, они заражаются, болеют, умирают, возможно, да? Что и происходит, собственно говоря. Но ждут окончательной какой-то мутации, что, как бы вот, она есть такая и такая, все. То есть он, но сейчас вот, а если появится пакистанский какой-нибудь штамм, не дай бог, там еще какой-нибудь штамм появится? Тогда что делать? То есть всех от индийского давайте привьем сейчас. Вот глава, по-моему, Вектора, там, или Гамалея говорит, что наши вакцины и от индийского, и от всего штамм, а что заражаются тогда, я не могу понять. Если от всего она прям, понимаете, в чем дело? И мне интересен уровень, не уровень, а опыт других стран. Плохие, самые плохие вакцины, хуже в 100 тысяч раз наших вакцин. Модерна, Пфайзер, НБТЭК, Астрозенека. У них как там вообще дела обстоят с индийским штаммом? Тоже, как бы, люди привиты их вакцинами, они заражаются индийским штаммом или как вообще? То есть для меня, понимаете, вообще ситуация очень непонятная. То есть быстрее уколоть людей вакциной, понимая, что вирус мутировал, и люди вакцинированные тоже заражаются. То есть это как бы, ты понимаешь, что у людей хоть какой-то иммунитет будет. При этом Цобянин говорит, в Москве 60% или переболели вместе все 60%, или вакцинированы. То есть коллективный иммунитет должен быть. Но мы ничего не понимаем, рост идет. То есть разницы нет. Разницы никакой получается нет. Но любая вакцина, это же понятно, это все равно вмешательство в организм. Неизвестно там как, что, туда, сюда. Все равно это определенное вмешательство, определенное, так сказать, инородное в организм вы вводите себе. И почему вводят, когда там долго клинические испытания, когда понятно, что вот вирус он такой, да, вот он выделен, вот он имит такой. Поэтому от него можно сделать вакцину, потому что вот он конкретно, вот такой больше он не мутирует. И тогда люди вакцинируются, потому что понимают, что как бы они вакцинируются от этого вируса, все-все, а нормально будет. А когда как бы гнать людей, вакцинироваться, ставить вакцину, понимая, что они преспокойно могут заразиться индийским штаммом. Вообще вопрос, зачем, мне просто непонятно. Тогда зачем подвергать угрозе людей, просто вакцине самой, да, если ты понимаешь, что индийский штаммом они могут заболеть. Чтобы у них какой-то минимальный иммунитет выработался, да, я так уже задаю вопрос. Чтобы если индийский штамм будет, чтобы он проходил как-то более, как они считают, в более легкой какой-то форме, там, да, что он совсем там не сжрал людей там полностью, да, условно говоря. Может быть. То есть, понимаете, вопросов для меня лично больше, чем ответов. То есть, вот мэр Москвы говорит, надо быстрее вакцинироваться вакциной, которая не защищает от болезни. Вопрос. У меня просто обычный вопрос логический. Зачем? Зачем мне лично, вот я лично, зачем, почему должен ставить вакцину, которая меня, как говорит мэр, не защитит от заболевания? Это вообще очень странное дело. То есть, давайте, грубо говоря, вот был грипп, да, обычный грипп. Давайте вакцинироваться от гриппа, но вакцинированные тоже заболевают гриппом. Так зачем я буду вакцинироваться, это я не могу понять. Я так переболею пусть. Вот у меня, вот, понимаете, такие вопросы в голове, и это довольно вообще комичная ситуация, на самом деле, при том, что это трагедия огромная, конечно. Болезнь-то она есть. Страшная болезнь. Мэр Москвы Сергей Собянин пишет, рассказал, что в городе фиксируется случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе и среди тех, кто вакцинирован. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1». А почему он вынужден сказать об этом, друзья? Я считаю, потому что медики не могут, поступают же больные, они спрашивают, была вакцина была? Они не могут скрывать уже, что вакцина была, что это вакцинированные люди болеют. Значит, мэр отметил, что распространение COVID-19 в Москве связано с тем, что в городе появился индийский штамм вируса. Вот как что я и говорю. Он мутирует просто. Собянин объяснил, что для защиты от индийской мутации вируса иммунитет должен быть в два раза выше, чем для защиты от уханьского варианта. Я говорю, пакистанские появятся, надо быть в три раза выше. По его словам, это стало причиной повторных заражений и проявления болезни даже у вакцинированных. То есть, вакцина изначально получать должна быть в два раза сильнее, чтобы она иммунитет в два раза сильнее стимулировала, чтобы от индийского штамма, условно говоря, защищала. Значит, не защищает, получается так, значит, заявления все эти, что защищает, это не так, правильно? Так я понимаю это? Значит, да, друзья, вот поэтому у меня, например, вопросов в связи с этим очень много. И здесь у наших с вами сограждан тоже до хрена вопросов, потому что комментариев очень и очень много. Значит, и, сейчас одну секундочку. Да вот, Андрей К. добавил только что, значит, комментарий. Зараженные вакцинированные россияне рекомендуют вакцинироваться. Ну, это вот, это же вот на самом деле странная вещь, ну, согласитесь, это только лишь мои рассуждения, еще раз говорю. Я никого не отговариваю, не призываю ни к чему, ничего. Просто рассуждаю на основе открытой информации, так сказать, в открытых источниках. И мне как бы вообще непонятна эта ситуация. Вот и все. Я считаю, что индийский штамм, если вакцинированный заболевает, ну, тогда получается вакцинировать. В Анапе вообще вон люди лежат ковром. Ничего, никакой сертификат не нужен на пляже. Так они из разных регионов, они все разъедутся. Будет третья волна? Ну, посмотрите фотки из Анапы, и все будет понятно. Я вот это просто не понимаю. Сертификат нужен будет транспорт, а в Анапе сертификат, куда, по идее, он долго предъявить, нужно предъявить на пляже, не надо. Вакцинируйтесь вакциной, которая не спасает от заболевания, да? Ну, что, может, сильно много вакцины просто не удалось продать за рубеж? Друзья, не знаю, это мои мысли. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Берегите себя, будьте здоровы, ставьте лайки, дизлайки. Напоминаю, что есть Инстаграм Будда Гришна, ниже не подчеркиваю, единичка на латинице в поиске Инстаграма. И на русском Будда Гришна, рядом три российских флага. Присылайте интересные новости, если вы увидите в сети, участвуйте в прямых эфирах. Жду вас в Инстаграме и сюда тоже подписывайтесь, конечно. Будьте здоровы, друзья, берегите себя. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok